Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас новый влог. Не обращаем внимания на задний план. Вы меня хотели за то, что открыт шкаф, а теперь еще открытая комода. Но все свои, так что не стесняйтесь. У меня выскочил здесь прыщик, и это просто был взрыв мозга, потому что я уже два месяца радовалась, что у меня наконец-то уже нет прыщей, и уже идеальная кожа, все окей, и вот теперь на. Еще плюс у меня прыщи очень долго проходят, то есть именно пятна от прыщей, они проходят прям вообще годами, можно сказать. Я извиняюсь за то, что вчера не было влога. Я сняла влог, но просто он настолько был неинтересный, настолько скучный. У меня плюс еще вчера голова болела, поэтому я думаю, что вы меня извините, что один день я пропущу. Но зато я сняла для вас видео на 40 минут, 40 минуточек, простите меня. И этот влог, ой, влог, это видео про косметику. Моя коллекция косметики, организация и хранение моей коллекции косметики, так как я уже давно вам обещала это видео, наверное, где-то уже месяц. И уже люди устали у меня спрашивать, где же это видео. Я понимаю, что это не формат моего канала, и вообще это видео много просмотров не наберет. Но просто так, как я обещала, я уже должна это сделать, поэтому держите. Здесь у меня порядочек, вот так вот закрываем. Вот эти парфюмы я переместила вот сюда, хотя я вам в прошлом влоге это показывала. А что у нас здесь? А у нас здесь тортик Орео, с которым я буду снимать мукванг. А ещё здесь клубничка, и много всяких вкуснятина. Ням-ням-ням. Вот такой вот кусочек себе взяла для мукванга. Разложила клубничку, отрезала плодоножку. Сейчас сделаю себе чаёк и буду снимать мукванг. Так, сегодня мы будем прибираться в комнате, уберём все зимние вещи из шкафа, куда-то под кровать, чтобы глаза моих не видели. И ещё, конечно же, надо в первую очередь собрать постель. Собрала постель, и посмотрите, какой ветерочек дует. Занавеска, конечно, в ужасном состоянии, но это просто кайф лежать здесь. И здесь прям сквозняк. Берёшь какие-то фрукты, включаешь ютубчик и просто лежишь. Вот столько зимних вещей я решила ликвидировать из своего шкафа. Ну, сами посудите, зачем мне осенняя куртка летом в шкафу? Просто так место занимает. Какие-то зимние платья, свитера, мои любимые красные брюки, но они тёплые. Естественно, даже если будет прохладная погода, всё равно это всё дело не в тему. И получается, что просто шкаф забит. Вообще, в идеале нужно поменять все эти вешалки. Они все разные. И, например, вот эти вот длинные юбки, они просто висят у меня в шкафу, наверное, года четыре. Я такой формат уже давным-давно не ношу. Вот. Вроде бы отдала кому-то, да кому, не знаю. Настолько длинная юбка, это не моё. Просто во времена, когда училась в школе, покупала. Но сейчас, естественно, не ношу. Здесь я ношу эта юбка коротенькая, как вот эта. Но стараюсь обычно ходить в каких-то брюках или боди, или платье. В общем, точно не юбки. Короче, вот так вот аккуратненько сложила вещи. Получилось не так уж и много. Осталось найти большой пакет, в который можно будет поместить эти вещи и под кровать. Не знаю, под кроватью есть ли место или нет. Если не будет, я уже положу в шкаф. Внизу шкафа, где обувь, уберу обувь и поставлю туда свою одежду. В общем, покажу вам. Нашла два таких огромных пакета. Один от Доминоса, другой какой-то просто белый. Но в любом случае они мне подойдут. Вот, упаковала свои вещи в два этих белых пакета. И посмотрела, что под кроватью, оказывается, места нету. Ещё там какая-то сырость и немножко воняют вещи, которые находятся под кроватью. Так что их тоже придётся вытащить и, наверное, проветрить. Как раз сегодня я этими займусь. А куда я собираюсь здесь эти вещи? Я хочу убрать всё, что есть здесь. Обувь убрать на балкон. Какие-то вещи, наверное, отдать. Потому что некоторую обувь я вообще не ношу. Сейчас вам покажу. Например, вот эти босоножки. Я их носила один раз и больше не ношу. Это размер 37. И, скорее всего, я их носить не буду. Точно не знаю, избавлюсь или нет. Но здесь они точно лежать не будут, потому что занимают место. И вот, посмотрите, я повесила свой комбинезон. И он уже помялся, потому что здесь лежат коробки. Это жутко неудобно и с этим нужно что-то делать. Опа, смотрите, что интересненькое я нашла. Мои как сланцы с прошлого года. И почему-то они все в плесени. Не знаю, отмоется ли это, но пахнет ужасно, честно. Я вроде бы аккуратненько помыла их, сложила вот в эту коробочку. И положила на следующий год. И вот, ой, господи, вот в каком они состоянии. Я сейчас попробую их помыть. Вот интересно, что же лежит в остальных коробках. Потому что я реально не помню, что где лежит. А, вау! Вау! Посмотрите, какие у меня тупеньки. Ну, если честно, я такое не ношу. То это просто каждый год лежит у меня здесь. Да, поэтому с этим нужно что-то делать. Я хочу все эти коробки взять и куда-то к бабушке, либо в комнату, либо под кровать. Но чтобы они не были под рукой у меня, эти туфельки. Потому что все равно я их особо-то и не ношу. Смотрите, что я нашла. Я нашла свои сланцы, которые тоже нужно помыть. Но они были просто в пакетике. И, в принципе, сохранились в нормальном виде. Смотрите, эти сланцы я покупала за 3 моната. Где-то года, наверное, 4 или даже 5. 5 лет назад я покупала их, когда я была на первом курсе. Но, несмотря на это, я не могу сказать, что они идеально сохранились. Но они не оторвались. Они, как бы, их еще можно носить. Их просто нужно помыть за 3 моната. Это где-то, ну, чуть больше 100 рублей я их купила. И еще вот такая красота. Господи, что это такое за швачка, видимо. Их тоже нужно помыть. И я их тоже буду носить. Оказывается, здесь много чего интересного. И обязательно нужно это все помыть. И разложить пакеты сюда. Посмотрим, что здесь есть. А здесь бижутерия, которую я, скорее всего, выброшу. Потому что это прям мусор. Туфли неудачные. И еще туфли. И еще туфли. Оп. Личные дневники. Я что-то смотрю. У меня как-то телефон мутно снимает. И я поняла, что, оказывается, я не протерла камеру. В общем, здесь чистота, лепота. Как я люблю белую мебель. Вот была бы у меня своя квартира. Я бы ее полностью сделала бы белой. И вся мебель тоже была бы белой. Не то, что здесь розовое. Розовое счастье. В общем, здесь я вот так вот аккуратненько разместила обувь. Я подумала, зачем мне это все в прихожей. Если можно сюда. Дальше сюда опять идет обувь. Потому что пока что это никому отдать невозможно. Пусть лежит здесь. А вот сюда я как раз-таки помещу пакеты с одеждой. Притащила свою обувь в ванну. И сейчас их буду мыть. Не знаю, правильно ли вот так вот под душем их мыть. Но как-то попытаюсь это все отмыть. Привести в более-менее презентабельный вид. Чтобы их носить. Если честно, уже вот такие вот с пальчиками. Мне не нравится. Мне больше нравится, когда вот так вот. С пальчиками для меня это уже неудобно. Неактуально. Здесь еще выпали стразы. Господи. Но им 4-5 лет. То есть им это простительно. Ну все. Я уже помыла. Мне кажется идеально. Чисто. Вот. Хотя немножко осталось. Но мне кажется уже можно как-то носить. Я поняла в чем заключается моя ошибка. Дело в том, что я помыла их. И в мокром виде положила в коробку. И отложила на зиму. Это было очень тупое решение. Которое я поняла очень поздно. И вот эти помыла. Но эти редко ношу. Они неудобные. Такие тяжелые. Прям ужас. Я короче спускаюсь вниз. Потому что приехал мой парень. Хотя он меня даже не предупредил. Это его дурацкая привычка. Кстати, мне не очень нравится. Он никогда не говорит, когда он приедет. Вдруг резко он появляется. И говорит. Я пришел. Я пришел. Вот так вот я подпляжу. Юбочки. Дорогой, это для тебя не Европа. Это Азербайджан. Уважаю ментальные особенности мусульманской страны. Не ходи в трусах. Хорошо? Я уже дома. На этом все. Я надеюсь, что этот влог вам понравился. Если это было так, то обязательно поставьте мне лайк. Подпишитесь на мой канал. Если вам не трудно. Всем желаю удачного дня. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok